Сейчас опять вместе. И никакое расстояние нас не может разделить. Люди удивляются, как можно быть в одиночестве, быть вместе, не в четырех стенах. А как может быть жених в Америке, невеста в Украине, и их растаяние не разделяют. Смотрите, дорогие, если мы действительно рождены свыше, если мы действительно наполнены одним и тем же Святым Духом, никакие законы, никакие инфекции или вирусы, никто не сможет нас разделить. Нас могут закрыть в какую-то клетку или тюрьму. Но если мы в одном Духе, нас никто не поломает. Потому что мы одно тело Господа Иисуса Христа. Сегодня очень многие говорят о том, что мы уже помолились, все скоро пройдет. Уже только слышишь в церквях, «Господи, чем побыстрее мы уже собрались вместе». И все очень ждут того, что было до коронавируса. Те, кто жил во времена Брежнева, мне напоминается эта ситуация. И когда, спустя, наверное, 15 лет позже, я приехал в Америку, встретил одного друга. Сергей, скажи мне, как только вернутся в Украину в Брежневские времена, я сразу возвращаюсь в Украину. Сергей, скажи мне, когда мы были в Украине, я вернусь. Вот точно так, как в Брежневские времена никогда не пришли и не придут в Украину. Вот точно так само все то, что было у нас в Америке или по всему миру до коронавируса, больше такого не будет. Я не говорю, что уже все, уже беда там, уже все там нас вешают, убивают. Будет хорошо. Но будет по-другому хорошо. И когда я сейчас слышу такие проповеди, я почему-то никогда не услышал, не увидел, никто не говорит о пришествии Иисуса Христа. А возможно, это как раз уже, ну вот, такая серьезная ступенька к Господу, к Вознесению. Пожалуйста, подумайте, дорогие. Напишите ваши комменты. У меня есть о чем на эту тему с вами побеседовать. И другая есть такая одна очень популярная вещь, это 90-й Псалом. Я не буду его читать, вы его все уже, наверное, почти наизусть выучили. Я не буду читать, это какая-то вещь, что если я буду его знать, значит, я точно буду защищенный. Это правильно, когда люди знают 90-й Псалом. Но у меня стоит вопрос, всем ли он дан, или для всех ли христиан он работает? Весь его не буду читать, но выборочно четыре стиха буквально. Живущий под кромом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Девятый стих. Ибо ты сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. И четырнадцатый. За то, что Он возлюбил меня, возлюблю Его, защищу Его, потому что Он познал имя мое. Все остальные стихи говорят о том, как Господь будет нас защищать, от чего, в каких ситуациях. Все остальные стихи говорят о том, как Стрихия будет нас защищать и защищать от каждой ситуации. Мой первый вопрос. К кому адресованы эти слова? К кому адресованы эти слова? Первый стих дает нам ответ. Живущий под кромом Всевышнего, Тот, Который ходит под тенью Всемогущего Бога. Не, но если смотреть, что Господь покрывает всю землю, то естественно, что абсолютно все под Его покровом. Ну, а если смотреть второй стих, тогда Он говорит, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю. Дело в том, что когда начинаешь говорить с людьми, то они говорят, что христианство это как одна из религий. Они не признают Всемогущего Бога лично своим защитником, своим спасением. У меня следующий вопрос. Будет ли Бог покрывать этих людей, которые Его не признают? И моя вторая вопрос это, Бог покрывает их, которые не покрывают Его имя, проклят Его имя? Первая часть или первая теория, что Бог покрывает всю землю и всех людей, оказывается, здесь не работает. Если люди не уповают на Бога, почему Он должен их защищать или спасать? Если кому-то сейчас это не нравится, Молодцы, вы хоть что-нибудь слушаете и что-то думаете, Бог хочет всех спасти, но если человек говорит, меня не спасай, я не хочу, чтобы ты меня спасал, вольному воле спасенному рай, твоя дорога, твой выбор, это твоя выборка. 14, нет, 9 раньше, 9 сих. Тот, кто говорит, кто сказал, Господь, упование Мое, потому что я выбрал Всевышнего, Всевышнего избрал ты своим прибежищем. Нет, еще 9 сих. Значит, тот, кто говорит, обращается встречу к Господу, это тот, который молится Богу, который говорит, что Господь Моя защита, Мое упование, и 14 сих, за то, что Он возлюбил Меня, избавлю Его, кто молится, кто говорит, и кто любит Господа. Поэтому Бог говорит, я Его избавлю, я Его защищу, потому что Он познал Имя Мое, мы никуда не денемся, оказывается, третья глава Евангелияна здесь 100% правильная. Христос говорит Никодиму, надо бы тебе родиться свыше. И вот когда внутри человека происходит это возрождение, он познает Бога. Что означает познание? Проникнуть вовнутрь, войти в Него, в Бога. Получается, что многие люди говорят, я верю в Бога, но их жизнь, в принципе, мы не знаем. Но Христос дал нам инструкцию и говорит, по плодам их, узнаете их. Если дела, ну, плоды не соответствуют, что это христианин, тогда эти люди не знают, познали Бога или нет. Может, они познали Бога, но потом своей жизнью, своими поступками отреклись от Бога. А Бог говорит, те, которые меня познали, вошли в меня, я тех обязательно защищу. Получается, есть вера как мнение, а есть вера как жизнь. И тогда возвращаемся к первому стиху. Те люди, которые ходят под моей крышей, те люди, которые ищут всегда быть в моей тени, поэтому эти люди всегда будут защищены, говорит Господь. Люди, которые приняли Иисуса Христа как личного Спасителя и наполняют Духом Святым, я хочу, чтобы мы укрепились в вере. Дух Святой как саркофаг вокруг нас. И поэтому мы защищены действительно Им. Другое место еще хочу укрепить нашу веру тем, что боящиеся ангелы окружаются вокруг боящихся Господа. Люди, которые боятся Господа, хоры или армия ангелов защищают этого человека. Давид это дело испытал на себе лично. И он поэтому твердо говорит, мой Бог это моя крыша. Кто Твоя крыша? Поэтому дорогие, когда я читаю книгу Псалтырь, там еще есть три выражения, когда Давид говорит, Господи, испытай меня и узнай меня, не на опасном ли я пути. Мой Бог, моя крыша, проверь меня, являюсь ли я действительно сейчас на Твоей территории, или я куда-то уже вырвался из-под моей территории. Давид, у тебя все классно, почему ты просишь, чтобы тебя Господь испытал? Давид знает, что Бог все знает. Давид говорит, Господи, испытай меня, чтобы еще я знал то, что ты знаешь обо мне. он в другом месте говорит даже, Господи, и оттайни меня, избавь меня, от которой я даже типа считаю, что это как будто не грех. Позвольте мне сейчас вернуться к той мысли, которую я говорил в начале перед текстом по поводу пришествия Иисуса Христа. Иисус Христос скоро придет. Его второе пришествие настолько близко, что мы слышим Его сегодня шаги по земле. И те, которые, может, не думали или не верите, что как это может произойти, вот точно так, как пришла сейчас карантин на всю землю и весь какой-то вирус пронесся на всей земле. Буквально как имейлы сегодня разлетаются по земле, вот так вот могут меняться законы по всей земле. Я понимаю, что мы к этому относимся так как будто мы верим, что Христос придет. Это точно как верующие люди, которые верят, что Иисус Христос есть, но Ему не служат, Его не любят. Вот точно так, я верю, что Господь когда-то придет. Но точно не в мое время, но точно не когда мои дети или мои внуки, нам надо жить хорошо на земле. Мы все хотим в небо, но никто не хочет умирать. Мы все хотим угождать Богу, но главное, чтобы мне было хорошо. Но Иисус Христос глядет независимо, верю я в это или нет. Готовлю я или нет, а Он идет. если мы действительно верим в то, что Иисус Христос скоро придет. Что мы будем делать тогда? Как мы будем планировать свою жизнь? как мы будем делать наши бизнеса? Давайте я не столько сейчас буду говорить о пришествии Иисуса Христа. Позвольте мне закончить мое обращение к вам сегодня тем, что у меня есть, скажем, несколько лет последних в моей жизни, это мне очень близко и я так хочу жить. У меня такое ощущение вот года три назад пришло, что если сегодня я буду несерьезно относиться к Божьему пришествию, то это что-то такое, как будто я строю дом и уже начинается зима, снега, а у меня дом не накрытый. И поэтому Бог мне дал такое, чтобы чем побольше идти на миссию, говорить другим о Христе, потому что Он скоро придет. Я не хочу, чтобы для меня Его пришествие было как снег на ненакрытый дом. Я хочу, чтобы Господь, когда придет, меня нашел в той работе, которую Он мне поручил делать. Следующие мои вопросы. Знаешь ли ты, зачем ты живешь на земле? Знаешь ли ты твое предназначение от Господа? Делаешь ли ты, что Бог поручил тебе делать? Если придет Он сегодня, ты готов? Или в этот момент мы сразу начнем что-то делать? или в этот момент мы просто собираем что-то делать прямо в момент ? И вот смотрите, сейчас к нам пришла беда. И люди переживают, вот я не работаю, а кто будет платить за мои билы? А чем я буду детей кормить? А что будет с моим будущим? Псалом 40-й, 2-й кто заботится о бедном, того Бог защитит в день бедствия. Давай во имя Иисуса Христа бедному, богатому не давай, потому что дающий бедному обеднеет. Поэтому давай бедному и не жди, что тебе кто-нибудь воздаст. Но по обетованиям Библии, когда придет проблема, хозяин вселенной тебя защитит. И когда придет Христос, и ты будешь на том месте, на котором поставил тебя Господь, будешь делать ту работу, которую Бог поручил тебе делать. Он тебе скажет войти в радость господина твоего, ты счастлив. и последнее. И последнее. И последнее. когда не стало больших церквей, большого церковного собрания, многих христиан вера сколыхнулась, поколебалась. Потому что вера в Бога основана на общих собраниях, а не на личном общении со Христом. Дзвонит брат и спрашивает другого, чем занимаешься? Еду в магазин покупать PlayStation, потому что нечего сейчас делать. Бог дал это время для того, чтобы ее убить, для того, чтобы научиться правильно им пользоваться. И если скажем придет хорошее время и можно будет опять делать большое собрание, с чем ты туда придешь? С YouTube, с PlayStation туда не стоит приходить. Сколько ты загрузил себя Словом Божьим за это время? Извините, это такая неканоническая притча, но можно ее сейчас скажу? На работе рабочему говорят, у тебя есть два выбора. Первый, на две недели ты не выходишь на работу, идешь домой, будешь дома с женой и детьми. Менеджер не успел спросить еще второй, второй. А брат уже кричит второй. Он не знает, какой второй. Но главное, чтобы не первый. Дорогие, от кого мы прячемся? ты прячемся сам от себя. Наоборот, иди к своим любимым. Побудь своими детьми, это же твоя копия. Может, они чему-нибудь научат. ты увидишь их в себе. Ты побудешь с женой и ей будет легче, и тебе будет хорошо. Если мы надеемся только на собрание, мы стоим на очень тонком весняном льду, который подмывается с водой намного быстрее, как с солнцем снаружи. Мне кажется, я это говорил в прошлом воскресенье, но сегодня еще раз скажу. Если мы не можем идти с пешими, как мы побежим с конными? Если еще не было никаких трудностей, переживаний, а мы уже растаяли, то когда придут трудности, что тогда мы будем делать? Павел видел воина Иисуса Христа и говорит, возьми пояс истины, припояш себя, возьми броню праведности, одень себя, защити себя, грудь и спину, положи на свою голову шлем спасения, возьми в правую руку щит веры, возьми в другую руку меч духовный, который Слово Божье, обуй свои ноги в сандалии благовествовать мир, если мы не можем проповедовать своим женам, детям, мужьям, тогда что мы можем сказать людям где-нибудь побольше количества? Если ты сегодня проповедник, не можешь проповедовать своей семье, не лезь на сцену, не будь религиозным клоуном, никому ты ничего не можешь сказать, скажи раньше твоей жене, чтобы она сказала аминь на твои слова. Она видит твою жизнь. Она может сказать твои слова истинные или нет. И не надо будет винить детей, что дьявол позабирал их из церкви. Что мы сеем, то будем жать, друзья дорогие. Укрепляй свою домашнюю церковь. укрепляйся в личном общении с Богом. Строи молитвенную стену вокруг твоей семьи. Вокруг церкви твоей, вокруг тех людей, которые в твоей церковной организации. Строим церкви, молитвенные стены вокруг города. И когда придет наш Спаситель, то Он чтобы к нам пришел не как тем, которые «О, Господь, ты уже идешь, и я еще не готов». А чтобы мы, когда услышали Его трубу, то мы еще больше возрадовались и воскликнули «Гряди, Господи Иисусе!» Это прекрасное мгновение. Извините, но у меня очень хорошее настроение в эти дни. И я поощряю вас к личному общению с Богом. Благодарю за Божьи перемены. Это готовность к встрече с Ним. Скоро, очень скоро. И мы увидим того, в кого влюбились. Кто любит нас. Настолько сильно, что умер за нас. И поэтому нам не страшно умирать за Него. Для Него. Для Его славы. Во имя Иисуса. Молимся, дорогие. Поехали. Поехали, dear church.